А за долги по теплу арестованы почти 10 тысяч банковских счетов северодвинцев. Они задолжали более 100 миллионов рублей. Одну из самых эффективных мер воздействия энергетики считают ограничение права пользования автомобилем. Таковых в 2016-м было 300. Еще больше 100 северодвинцев ограничили в праве выезда за границу. Есть и крайние меры для нанимателей – это выселение в жилье меньшей площади. Переехать пришлось 11 северодвинским должникам. Узнать о сумме задолженности за отопление горячую воду можно по многоканальному телефону. Кроме того, с 1 апреля без тепла могут остаться объекты Минобороны. Сейчас их обслуживанием занимается Главное управление жилищно-коммунального хозяйства. На смену ему приходит вновь созданное учреждение, однако текущий договор заканчивается, а в ТГК-2 заявок от преемника не поступило.